Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. Джованшир Физиев разоблачил ложь шведского депутата. Руководство Армении настойчиво продолжают проводить клеветнические кампании против Азербайджана, вынося на повестку дня всех международных организаций такие надуманные притязания против нашей страны, как возвращение террористов, которых они называют военнопленными, а также якобы разрушение армянского религиозно-культурного наследия на освобожденных территориях. Армяне пытаются оказать международное давление на Азербайджан. На днях в Страсбурге депутат Пасе от Швеции Маркус Вайчель по поручению армянской диаспоры Франции сделал заявление против Азербайджана и пытался собрать как можно больше подписей под его текстом. Узнав о подобной инициативе Маркуса Вайчеля, депутат Джованшир Физиев направил ему письмо. В письме говорится «Я получил ваше письмо на свой электронный адрес и мой ответ на вашу инициативу следующий. Во-первых, ваше утверждение о том, что азербайджанские вооруженные силы в последнее время намеренно разрушили несколько церквей и других христианских объектов в районах, сданных Арменией Азербайджану после прекращения огня в ноябре 2020 года являются полностью ложными, а распространение вами фейковых новостей, сфабрикованных армянскими источниками в пропагандистских целях против Азербайджана, заслуживает только осуждение. Хочу вам сообщить, что 20% территории Азербайджана были оккупированы Арменией во время Первой Карабахской войны в 1988-1994 годы. Несмотря на четыре резолюции Совета безопасности ООН, принятые еще в 1993 году, призывающие Армению немедленно и безоговорочно вывести свои вооруженные силы. Армения держала территории Азербайджана под оккупацией в течение 30 лет, и оккупированные территории были освобождены только недавно, в ноябре прошлого года, в результате 44-дневных боевых действий. По официальным данным, помимо почти всех жилых и административных зданий, 700 памятников истории и культуры, 927 библиотек, 808 культурных центров, 85 музыкальных и художественных школ, 22 музея с более чем 100 тысяч артефактов, 4 художественные галереи, 4 театра, 2 концертных зала были повреждены или разрушены Арменией на оккупированных территориях Азербайджана за последние 30 лет. Из 70 мечетей, существовавших на оккупированных территориях, 67 полностью стерты с лица земли. Господин Маркус Вайчель был полноправным членом комитета по беженцам и перемещенным лицам в пассе, но никогда не упоминал в своих выступлениях или инициативах о более 1 миллионе азербайджанских беженцев и перемещенных лиц, изгнанных со своих исконных земель вооруженными силами Армении во время Первой Карабахской войны в 1988-1994 годах. Ваше молчание по поводу этих фактов в течение 30 лет оккупации, а теперь и распространение ложной клеветнической информации, очень ясно показывает истинную суть вашей преданности провозглашенным вами же европейским ценностям. После всего этого ваше утверждение о том, что якобы Азербайджан уничтожает культурные и религиозные памятники, являются ничем иным, как лицемерие. Азербайджан – одно из немногих благоприятных мест в мире для мирного религиозного сосуществования и развития многих национальностей. Что касается культовых сооружений и памятников, то Азербайджан всегда с особой заботой относился к памятникам религиозного и культурного наследия всех народов, проживающих на его территории. Хочу, чтобы вы знали, что Азербайджан активно участвует в сохранении культурных, исторических и религиозных памятников во всем мире. Активное участие Азербайджана в реставрационных проектах Ватикана, Лувра и многих других культурных и исторических центров мира получило всемирное признание. Наконец, предоставленная вами информация о преднамеренном разрушении армянского религиозного наследия – это не что иное, как соучастие в клеветнической кампании, участником которой, к сожалению, вы тоже являетесь. Мы хорошо осознаем привлекательность финансовых пожертвований армянской диаспоры таким представителям европейских ценностей, как вы. Но в то же время мы глубоко верим, что рано или поздно правда найдет свое место и справедливость восторжествует. Поделитесь вашим мнением в комментарии. Подпишитесь на канал, если видео вам понравилось. Субтитры сделал DimaTorzok